всем привет друзья мои с вами я светлана так хотелось с вами пообщаться вот проснулась и вот какая есть красная загоревшая сгоревшая посмотрите что со мной творится я такая вся краснющая от того что я вчера столько накупалась и заснула и зонтик повернулся в другую сторону видно солнце уже естественно повернулась эндер говорит аж кэм ты на солнце а уже было поздно я вчера даже ничего не кушала вот 7 что вчера поела половиночку и все приехали мы домой я спала в маршрутке так мы хорошо провели время мое тело душа так успокоились так расслабились все теперь уже вот сегодня тоже проснулась 12 ночью встала загрузила видео и проснулась 12 опять и уже не хочется ни моря ничего надо прийти в себя после этого ожога ну я побрызгалась естественно и вот так вот вчера прошел день знаете что хочу сказать надо давать себе отдыха вот так ездить на на один день мне это достаточно частной неделю наверно хватит приключений так хочется даже не смотрела еще на комментарии ваши ничего так хочется пожелать вам добра счастья верьте в то что вы может быть и быть счастливыми не каждая женщина должна быть счастливой и верьте не замыкайтесь не закрывайтесь на себе давайте силу давайте волю своим чувствам ощущениям и знаете что я хочу вам пожелать будьте счастливы все делайте добро и вы всегда будете счастливыми я уверена в этом сто процентов бумеранг вернется к вам напрягая только тот факт что я не могу попасть батуми 15 числа я планировала но только это не мешает но будем на и посреди какая черная лицо стала но будем надеяться что все будет хорошо сейчас мне надо собирать делать покупки на моя внучка идет в школу и хотя бы отправить ей успеть посылочку в школу аж кэм сказал что купит марию старшей внучки все что надо купить и для школы и надо нам значит как-то найти время чтобы успеть купить и отправить посылку батуми чтобы мои внучки достойно начали свой учебный год а эти двое маленьких пошли в садик что я вам хочу сказать вчера мы были что в кискалисе сколько людей отдыхают наверное со всей турции там вот это вот небольшой городок веселый такой туда ехать именно там есть развлечения музыка все наверное дискотеки есть танцы вот туда надо ехать и отдыхать там скучно не будет потому что вот мы шли вы сами видели там сколько отелей и все переполнено все заполнено там действительно рай конечно вся турция едет туда в кискалисе такое известное место я не знаю как в следующий раз на обязательно хочу поехать туда вот и проснулся машкой на еду буду готовить завтрак и я перестала готовить еду такую такую жару мы сейчас быстренько то мясо пожарим то мясо отварю завернем его в лаваш и кушаем салатиками такая у нас жара завтрак тоже самое яйца отварные ничего такого не морочусь потому что не хочется абсолютно кушать так что пошла готовить завтрак моему ошкайму и сегодня наверное мы дома потому что у не сил нет выйти после вчерашнего ожога кому приготовила вот такие буреки а сделала его из хлеба который дала нам она им чуть деревне хлеба сейчас не было никому не охота было идти и вот я посмотрите завернула этот хлеб там сыр внутри и в яичко обволок обволокла обваляла в яички и вот пожарил его такой а себе вот готовлю кабачки парень не знаю может яйцом залью так что вот такой завтрак у меня у ваш крема кстати разрежу покажу такой хлеб она дала он где-то засох где-то подсохну его знаете как можно освежить просто водичкой смахнуть и все помните листы там такие турецкие сейчас разрежу посмотрю как барик внутри выглядит вот так выглядит барик внутри ничего можно кушать училась я домашними делами гигосика вот помыла клетку выложили мы ляжку который нам дала узле сашка мы потом ее обработаем порежем на мелкие части приготовим нажарила я кабачков с утра варится разделала курицу и вот эти с косточками поставила варить буду вечером делать плов потому что мы что-то я не готовлю разленилась тепля быстренько надо что-то такое толковое уже сделать на обед сегодня воскресенье мы никуда не уйдем я так насытилась и вчерашним днем морем так что будем сегодня дома сидеть там и стирка у меня уже постиралась но я так не собираюсь убирать ничего но все-таки все равно полы помыла потому что вы не представляете какая здесь пыль если один день не помоешь это невозможно он ашкин сидит чай пьет ашкин привет соль и ашкин а вы видите понравилось ему все покушал сейчас я приду чай выпью а я ничего не хочу дорогие друзья сейчас прочитала комментарии под видео где вы спрашиваете в гостях лучше видео называется чем дома насчет подарок и сумок мы знаете что их погрузили во первых сумки в семь часов приехал автобус сельские к дому и мы загрузили все две коробки ну и одна наша сумка большая с вещами ну естественно то что мы взяли все это поделили заловкой там были яблоки помидоры зеленые что были что смогли собрали более менее крупных размеров виноград мы не взяли потому что он бы испортился в дороге что мы еще взяли ну кабачки там она дала нам вот сейчас я их вот пожарила чуть-чуть несколько штук и она мне вот сейчас покажу что дала там сухофрукты яблоки изюм что еще она мне дала мяту дала сухую я показывала все там и не подумала что нужно еще снимать и думаю еще что она мне дала там немножко дала куру фасолью что было у нее дома все пик запихала мне и чечевицу зеленую оказывается положила а мясо и мы естественно когда по приезду сразу все разложили по холодильнику и все половину мы отнесли заловки еще я поделилась с соседкой соседка когда принесла мне ключи все что было у меня большой такой кабачок я ей положила 4 и помидорчика и дала 5 яблочек дала еще что я и дала помидоры яблочек кабачок вот все что было дала но мясо конечно не поделить не дала ей вот и все яблоки мы уже съели помидоры у нас уже как раз у нас завтра понедельник мы пойдем на базар и подходит концу на сегодня хватает и все очень вот так вот не так уж много ничего не было но а то что мы отнесли заловки вы сами видели тоже чуть-чуть ей поделились с нею зеленый перец а болгарский дали тоже мы не болгарский а острый тоже я соседки отдала заловки отдала и сами покушали так что я не думала что вы так интересуетесь всеми подробностями спасибо вам большое что вы такие внимательные к моей жизни их жизни моего мужа нашей совместной жизни спасибо вам большое надеюсь я ответила вам сейчас покажу что мясо какое мясо она нам передала эти вот такой ножку мы нам подарили родители и вот открываю свой холодильник вот смотрите сколько чего она мне дала вот сарму четыре штуки вот это вот все мяско это мои там тут у меня вишня находится а здесь я сегодня приготовила такой бульон я тоже отварила мясо хороший точно у меня здесь у меня печенка есть еще сегодня курицу я разделала есть у меня еще котлеты куриные и у меня еще есть вот пельмешки видите и вот так бульончик я вам говорила сохраню он сейчас отвердеет и я его пакетики переложу это мороженое мараж я щас съем что-то я ничего не хочу кушать вот такие вот припасы немчик дала еще анемчик нам дала йогурт дала я вам говорила сюзме одну банку я отнесла распределила одну банку оставила нам одну банку я отнесла заловки и еще вот такой вот пиалочку я соседки вот поделилась а а вот тут вот у нас сушеные перец болгарские это у меня еще было с того осталось кабачки и вот сушеные фрукты и вот сухофрукты яблочки что тут идет абрикоска вот это все она сказала поместить вместе с овощами они не будут портятся тут у меня еще компот решит конфет я в этот раз полно перед отъездом перед байрамом вот накупила шоколадных всего понемножку взяла вот видите у меня конфет хватит вот еще мне моя подружка привезла там конфеты разные шоколадные и вот еще вы видели российские полно мне подружка привезла так что вот когда мне спрашивают мои подружки что тебе привести куда мы приедем мерсин а я говорю привезите мне конфеток это самый лучший этот ну вот и все мои хорошие тоже вчера пошел а вот чечевицу что мама дала вот это еще вот сушености вот эти дали это шкафера купил такие шоколадки йогурт купил в общем зефир еще есть в общем такой не пустой холодильник но есть все сейчас мы ждем пока он разморозится и будем нарезать и рубить посоветовать это мороженое обалденное то что продают на улице вот эти вот артисты она такое почти сейчас мы сашками покушаем ложечкой такой наберу очень вкусно занимаюсь обработкой мяса ашкин мне помогает снимать оператор ашкин я мясник стала вот столько мяса сейчас буду резать на мелкие ашкин будет эму хочу посмотреть вместе с вами сколько же вышло мясо с этой ляшки и вот смотрите ну это спасибо 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 это значит биргучук и костей там будет сколько килограмм костей но и все спасибо варилась с вами тут свешиваю тут мне нужно готовить плово вот столько я курицы наварила но я не виду это не вся курицу мясо сейчас сейчас я ее все почищу и будет хорошая порция мяса а здесь я сделаю джи-джик с семизотой посмотрим что получится наш сегодняшний ужин с ашкетом ашкетом пылок сделала куриным это утром что пожарила представьте компот не заканчивается я про него забыла совсем и вот наш десерт десерт безимашки нерды от урду не были от урду я смотрю все соседи тоже сидят на балконе погода такая хорошая сейчас не холодно такой ветерочек весь день ветерочек завтра 5 светланы полы надо мыть будет так хорошо друзья хотела снять вам тот балкон и уже вечером эти дорожки у меня были но я знаете что их не пользовал думаю зачем они нужны а как поехала в деревню посмотрела что это очень практично сейчас я могу допустим сесть поляну здесь запросто я еще на кухне хочу там убрать в коридор это положить а с балкона сюда на кухне в общем все переставляю передвигаю все приятного нам аппетита ставьте лайки подпишись на мой канал нажми на колокольчик и на все уведомления